МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Мария Рудаевна. Сегодня у нас в гостях Алена Тавинцева, солистка вокально-инструментального ансамбля «Горпарк» и Сергей Стенищин, гитарист «Геа-Горпарк». Здравствуйте! Сергей Аленовна, разрешите вас сначала поздравить. Вам скоро исполняется 10 лет, точнее, вашему ВИА. Расскажите, пожалуйста, как будете отмечать? Отмечать планируем достаточно масштабно. У нас будет большой концерт в Муниципальном культурном центре 15 декабря в 17.00. Всех наших друзей и гостей мы, конечно же, ждем на этом концерте. Будем выступать мы со своими любимыми песнями. И, конечно же, еще у нас будут приглашенные гости, группа «Филинс», группа «Парнас». И даже будет великолепный, заслуженный коллектив. Якимовский хор «Рябинушка». С Якимовкой просто связаны корни группы «Горпарк». Когда-то зарождение самого коллектива проходило на базе ДК деревни Якимовка. Это по Михайловской трассе. То есть до сих пор сохранилась вот эта связь с, что называется, родной колыбелью. То есть 10 лет назад группа там начинала, использовала для репетиции и для первых концертов местной ДК. И до сих пор вот эта связь, она не рвется. И мы пригласили Якимовский хор «Рябинушка» на как раз вот свой 10-летний концерт. Да, чтобы отметить их, можно сказать, вклад в основание и развитие нашего ВИЭ. Расскажите, пожалуйста, вот какой у вас репертуар? Мы поем песни 70-х, 80-х годов. То есть это советская эстрада, это всеми любимые песни, такие как «Там, где клён шумит», «Не надо печалиться», «Мир непрост» и все другие композиции любимых советских групп. Почему такой выбор? Ну, во-первых, потому что это очень хорошие душевные песни. В них есть смысл, в них есть мелодия, в них есть музыка. Ну, и это песни молодости нашего основателя Геннадия Барыкина. И поэтому мы с удовольствием выбрали эту линию, это направление, и идем с ним и радуем наших слушателей. В городе Рязани не только. Вот на концерте все эти песни тоже прозвучат, так? Конечно, да. Мы будем петь старые ретро-хиты. В этом году у нас добавляются еще новые хиты зарубежной эстрады. Вот, что для нашего зрителя будет, наверное... Сюрпризом. Сюрпризом, да. Сюрприз мы только что раскрыли. Вот. И добавятся у нас наши приглашенные гости. Ну, вот это то, что вы сказали. Филинс, Парнас. Филинс, Парнас, да. Народный хор. Народный хор, кстати, споет вместе с нами одну из композиций. Не будем говорить, какой это будет всем для всех сюрпризом. А вот это уже интересно. А в каком стиле? В народном? Или это будет смешение стилей? Это будет смешение. То есть лучше все-таки тайно не раскрывать, потому что... Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Это будет классно, я в этом уверена. Ну, вот скажите, пожалуйста, 10 лет – это как раз вот такой первый серьезный большой юбилей. Вот, наверное, очень много осталось позади, но впереди, наверное, тоже большая серьезная дорога. Вот планы на будущее после концерта? После концерта мы планируем развиваться еще дальше. Уже есть приглашение нашей группы на фестивали в Московской области. Планируем участвовать и в фестивалях в других регионах. Ну и, естественно, обновлять репертуар, радовать своих слушателей новыми песнями. Скажите, пожалуйста, вот у вас какая вообще любимая музыка? Что слушаете обычно, когда едете в машине, дома, когда отдыхаете? Что любите? Вы знаете, я начала ловить себя на мысли, что я в последнее время, последние несколько лет, как я уже в горпарке, я начала слушать ретро-ФМ. Мне действительно это очень нравится. Если раньше я слушала разные радиостанции других направлений музыки, то сейчас это больше все-таки в ретро у меня уходит. И мне действительно очень нравятся эти песни, потому что они душевные. Сергей, а у вас? С этими песнями еще добавлю. Связано очень много воспоминаний из детства. Потому что у музыки есть такое свойство, что она какие-то яркие эмоциональные моменты жизни сохраняет и хранит их в неком законсервированном виде. И потом, когда спустя много лет вы какую-то песню слышите, с которой у вас какой-то особенный период жизни ассоциируется, то, естественно, что на душе становится очень приятно, тепло, когда все это, как у Брэдбери, помните, вино из-за дуванчиков, да? То есть открыли, а там зимой в комнате летний аромат. То есть вот почему, опять же, да, это ответ еще на вопрос, почему мы выбрали такой репертуар? Потому что для многих людей, то есть не обязательно, что уже там перешагнувших определенный возрастной рубеж, а в том числе и для юных эти песни, они все равно несут в себе некий, скажем так, особенный заряд вот этих вот эмоций и воспоминаний, которые может быть корнями уходить там в глубокое детство, в какие-то личные переживания. Даже если вот как бы делать небольшой вот срез культурного пласта того времени, что такая тенденция была, что сейчас есть все, а музыки хорошей очень мало. Вот именно для души, да? Да, а тогда практически ничего не было, но музыка была. Ну, кстати, по поводу нашего зрителя тоже хочу добавить, что у нас не только старшее поколение, мы... То есть молодежь идет на ваши концерты, да? Что очень приятно, и действительно, Сергей абсолютно прав, что и молодое поколение тоже любит эту музыку. И действительно, на наших концертах мы видим, что, ну, не одна треть, наверное, но достаточная часть зала – это именно молодые. Молодые как это? Студенты или вот работают? Нет, это... Я так скажу, для меня молодые – это до сорока. Вот. До сорока лет люди, то есть очень любят тоже посещать наши концерты. Да, у нас поклонники, и мы с ними дружим, со многими уже подружились. Вот. За что и огромное им спасибо. Алена, ну вот до интервью признались, что не так давно в группе, три года всего, три состава, да, было, насколько я поняла? Ну, там на самом деле составов, как бы, сейчас уже сложно посчитать, сколько всего было, потому что, по сути, как бы, вот неизменными участниками коллектива с момента его основания и до сегодняшнего времени являются два человека. Это, как бы, сам Геннадий Николаевич Барыкин, то есть вокалист, идейный вдохновитель, организатор и так далее. То есть, как бы, ну, стержень Горпарка, то есть, как, в принципе, человек, без которого Горпарк представить нельзя. То есть, это то же самое, как Бонжови решил уйти за Бонжови, да, то есть, такой был прикол в свое время. То есть, вот, как бы, в принципе, вклад Геннадия Барыкина именно в имя Горпарка. И еще один человек, это бас-гитарист Дмитрий Саликов. Они, как раз, стояли в свое время у истоков коллектива и продолжают участвовать в нем сейчас, в настоящий момент. Соответственно, как бы, остальные музыканты, остальные роли, они в течение вот этих вот 10 лет распределялись между разными людьми. То есть, кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то возвращался потом. То есть, ну, вот лично мой пример, я в Горпарке уже, наверное, в третий заход. А почему? Вот как что так? Почему ушли и что обратно-то вас тянет? Ну, здесь, как бы, возникали определенные жизненные обстоятельства, возникала какая-то своя идея, то есть, своего творчества. Но понятно, что коллектив, он даже, несмотря на то, что люди формально перестают сотрудничать, формально перестают работать, тем не менее, сохраняют очень теплую дружескую связь. То есть, это и приглашение на дни рождения, и какие-то поездки, и всевозможные, как бы, в любом случае, даже все участники коллектива, которые когда-то либо в нем участвовали, они видят друг друга на улице, всегда друг другу рады, и здороваются, тепло общаются, созваниваются периодически, участвуют в всевозможных там мероприятиях там и так далее. И здесь, как бы, момент вот такого возвращения-невозвращения, он был, на самом деле, очень такой теплый, простой. Вот, действительно, я добавлю, он был очень теплый. Как я уже говорила, что наш ансамбль гастролирует не только по городу Рязани, но и по области, по Московской области. То есть, летом мы ездили в Крым с гастрольным туром, вот, и Сергей ездил с нами. И мы ему потом сказали, Сережа, может быть, ты вернешься. Не выдержала душа поэта и вернулась. Да, душа поэта не выдержала, да, и вернулась. И действительно, это было очень тепло и хорошо, и мы все очень этому рады. Алена, а вы-то как попали в группу? Я попала в группу по приглашению нашего клавишника и вокалиста Валентина Бортника. Он меня нашел на просторах интернета, вот, и, соответственно, предложил попробовать. Я с удовольствием согласилась, мы познакомились, я посмотрела, что очень хорошие люди. Меня пригласили выступить на их первом концерте в качестве бэк-вокалистки. Это было вот как раз три года назад, получается, вот. И мы как-то вот спелись потом, и я сейчас уже продолжаю в этой группе также петь. То есть не один раз, как планировалось, просто на концерт, а... Ну, то есть задержались. Да, задержалась на три года, получается. Надеюсь, что и дольше. Вы сказали, что в интернете вас нашли. А что было как-то, вы до этого где-то музыки учились, что, вот какой путь у вас был творческий? Ну да, я лауреат международных всероссийских конкурсов эстрадной песни. И пела и по России, и за границей. И как раз на тот момент, когда меня нашли в интернете, я была не в России. Вот. И как раз-таки планировала возвращение обратно домой и искала себе применение, так скажем, на родине. Вот. И Валентин очень точно, наверное, это как-то почувствовал. Вот. И пригласил меня. А вот это интересно по поводу... За границей вы работали, получается. Да. Просто жили, работали. Вот что побудило в России вернуться? У нас просто разговор о возвращении, получается. Да. Ну, во-первых, это корни. Ну, за границей все хорошо, прекрасно. Но дома лучше. Понимаете, здесь родители, здесь семья, здесь свой менталитет, друзья. Это совсем другое. И, конечно же, меня тянуло на родину всегда. Вот. И все-таки в один прекрасный момент я решила все бросить и вернуться. А как вы думаете, все-таки человеку успешным стать проще там, за границей, или у нас? Или можно реализоваться везде? Где родился, там и пригодился. Вот только сейчас я начала понимать эту фразу. Раньше, когда совсем юная была, мне казалось, что счастье, оно где-то там, за бугром. Вот. И с возрастом я поняла, что счастье, оно так близко. Оно в твоих родственников, оно в твоих друзьях. В моем коллективе сейчас, в котором я выступаю, пою. То есть тоже уже вторая семья получается, да? Да, это вторая семья, действительно. Мы все очень сплоченные, мы все друг друга уважаем, мы все друг друга любим. А вот такой вопрос у меня интересный родился. Как у вас репетиции проходят? Вы такие довольно веселые, заводные ребята. Вы как, больше смеетесь или больше репетируете? На все время хватает. То есть у нас бывает, что в принципе репетиции проходят, мы к инструментам даже не касаемся. То есть мы сидим, обсуждаем какие-то идеи, то есть концепции, выбираем новые песни, думаем над форматом вообще каких-то мероприятий, в которых мы принимали участие. То есть одна из недавних репетиций была как раз посвящена проработке сценария предстоящего концерта. То есть проходило все это весело, забавно, то есть задорно. Как всегда у нас. Да, там даже с небольшим каким-то там застольем, но опять же, да, там все в рамках как бы творческого процесса. В любом случае это всегда происходит душевно. Геннадию как бы, ну, здесь надо отдать должное, что он собрал в коллектив людей, которые в принципе друг другу рады. То есть которым нравится не просто вместе, скажем, да, там какое-то делать общее дело, но и просто тусоваться. То есть когда ты на репетицию, ты там… На репетицию как на праздник, да? Нет, нет. Ну, это утрировано, да, но опять же, скажем так, нет такого, что вот ты едешь и думаешь, блин, я после работы, я устал, я ищу какая-то репетиция, зачем мне все это надо. То есть такого нет. То есть всегда как бы, да, едешь на нормальный какой-то вот такой творческий слет, процесс, организацию. То есть в любом случае ждешь, что время будет проведено, ну, как минимум приятно, а еще и с пользой. Ну, замечательно, даже захотелось у вас на репетиции побывать. Приходите. Приходите, мы всегда всем рады. Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Последний у меня вопрос к вам. Вот скажите, из вашего репертуара по любимой песне назовите. Ну, моя любимая песня – это «Не надо печалиться», потому что я позитивный, веселый человек, и группа у нас такая веселая, и мы всем всегда желаем хорошего настроения. У меня, наверное, любимая песня – это песня на стихи нашего поэта Сергея Есенина «Хороша была Танюша», «Хороша не было в селе». То есть музыка была написана когда-то группой «Ариэль», и мы взяли эту песню в работу, она у нас получилась очень ярко, очень эмоционально, очень душевно. Хочу еще раз напомнить, что 15 декабря в Муниципальном культурном центре в 5 часов вечера все эти песни, которые мы сегодня назвали, прозвучат для наших слушателей. Мы всех очень ждем и всегда рады видеть. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам, ответили на вопросы, вот приоткрыли дверцу в свой такой удивительный творческий мир. Спасибо, что пригласили. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова